Уважаемые представители средств массовой информации, коллеги, я хотел бы, конечно, прежде всего еще раз поприветствовать Александра Золотинского-Оча Анкваба на российской земле в качестве президента Суверенной Абхазии, поздравить Александра Золотинского с вступлением в должность президента и поздравить недавно отмечавшимся праздником Днём независимости, который был совсем недавно. Ну, я не скрою, конечно, очень важно то, что первый такой визит проходит в Российскую Федерацию, и это символ добрых отношений, которые у нас и до этого были. Конечно, залог того, что двусторонние, дружеские, братские связи, которые существуют между двумя нашими государствами, будут развиваться и впредь. Для нас очень важно продолжать этот диалог на высшем уровне, чтобы все элементы государственной машины работали как следует. Сегодня отношения между нашими государствами находятся на подъёме, и несмотря на сложности, которые существуют и в мировой экономике, и, конечно, в экономике Республики Абхазия, тем не менее, развитие есть, есть планы неплохие, которые исполняются в рамках межправительственной комиссии, я имею в виду комплексный план на период с 2010 по 2012 годы, есть серьёзные перспективы, связанные с восстановлением государства. Ну, и отрадно то, что торговые отношения между двумя нашими странами за последний период практически удвоились, хотя вот мы только что говорили об этом с президентом Абхазии. И очень важно, чтобы торговый оборот между нашими государствами становился более сбалансированным. В этом заинтересованы и Россия, и Абхазия. Сотрудничество в военной приграничной сферах, конечно, остаётся залогом спокойствия и стабильности в регионе. Мы и дальше собираемся развивать их. Хотел бы проинформировать всех, что сегодня мною подписан документ закона ратификации соглашения о нашей военной базе. Но помимо, собственно, военного сотрудничества развиваются, конечно, и гуманитарные связи, развивается внешнеполитическое взаимодействие. Наши страны тесно и весьма продуктивно общаются в рамках так называемых женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. Эта работа будет продолжена, несмотря на то, что здесь есть объективные трудности, но в любом случае диалог лучше, чем что-либо другое. В ходе наших переговоров мы довольно подробно обсудили на текущее состояние дел, прошлись по наиболее, может быть, таким сложным моментам. Переговоры будут продолжены уже в расширенном составе. Только что были подписаны важные документы. Всего с момента провозглашения независимости и установления дипломатических отношений между двумя нашими странами, с момента признания России Абхазии в качестве независимого субъекта международного права, нами было подписано около 60 документов. Ещё предстоит большая работа, около 30 документов сейчас находятся в стадии подготовки. Я считаю, что это чрезвычайно важно, потому что это формирует двустороннюю международную базу общения наших народов и тем самым укрепляет авторитет Абхазии как самостоятельного государства. Россия и дальше будет оказывать братскому абхазскому народу всестороннюю поддержку. Нас радуют успехи государственного развития Абхазии, и мы надеемся, что они будут продолжаться. Я уверен, что в результате этого официального важного первого визита президента соседней дружественной нам страны наши двусторонние отношения получат новую и дополнительную правовую основу и соответствующий импульс. Так что добро пожаловать. И я передаю слово Александру Золотинсковичу. Пожалуйста, Александр Золотинскович. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я не примену еще раз сказать о том, что мы очень благодарны, Дмитрий Анатольевич, вам за приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом и за теплый прием оказана наша делегация. Мы говорим о том, что сегодня наши отношения с Российской Федерацией укрепляются и мы будем действовать в духе большого договора, подписанного в 2008 году. По нашему твердому убеждению, выполнение этого договора наша очень важная задача. Несмотря на то, что очень много политических сил, которые нервничают, это европейские политические силы и не только, по поводу того, что наши отношения с каждым днем укрепляются. К тому есть конкретные доказательства, и мы будем проводить эту работу в этом направлении. Я бы хотел сказать о нескольких цифрах, которые характеризуют реальную поддержку Составной Российской Федерации и нашей Республики. Может быть, это излишне сегодня, но на наш взгляд это важно, потому что Россия единственная страна в мире, которая не разговорами, а конкретными делами помогала Абхазии в очень тяжелые для нас времена. В обозримом прошлом, это, к примеру, с 2005 года по сегодняшний день, нам прямой финансовой поддержки было оказано более чем 14 миллиардов рублей. Сегодня 32 тысячи абхазских пенсионеров, которые достойно служили нашей общей прошлой стране, получают российскую пенсию. Это значительные суммы, в месяц примерно 146 миллионов рублей. Мы отчетливо осознаем, что сегодняшний абхазский бюджет не выдержал такую нагрузку при многих наших проблемах, которые оставила война. Для нас крайне важно, что сегодня Абхазии гарантирована безопасность. Это значительно изменило ситуацию внутри страны, и у нас есть реальные возможности сегодня сосредотачиваться на социально-экономическом развитии нашей республики. Нет той гнетущей обстановки, которым жило абхазское общество все послевоенные годы. Это та ценность, которой абхазский народ очень дорожит. Для нас очень важно, и я позволю себе повториться, что наши отношения сегодня ложатся в обширную правовую базу. Это широкое правовое поле, которое крайне важно для нас, потому что межправительственные соглашения, ведомственные соглашения, они значительно качественно улучшают нашу общую работу. И завершая свою короткую речь, я бы хотел сказать о том, что Абхазия считает Россию стратегическим партнером, и Абхазия намерена впредь укреплять эти отношения. Таково мнение наших граждан, таково наше общее мнение. Спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемая Марина Георгиевна, у меня есть еще одна миссия, которую я должен исполнить сегодня. И мне кажется, это абсолютно закономерным и правильным. Миссия государственная, в то же время печальная. Я хотел бы передать Орден Мужества, которым посмертно награжден Сергей Васильевич Багабш, как выдающийся государственный деятель Абхазии. Он награжден за его отвагу, мужество в деле укрепления безопасности Закавказья и отстаивания интересов абхазского народа, своей Родины. Сергей Васильевич внес решающий личный вклад в развитие и становление республики в качестве самостоятельного субъекта международного права. И, конечно, и абхазский народ, и народ России этого никогда не забудет. Мы неоднократно встречались с Сергеем Васильевичем, и я всегда находил в его лице доброжелательного, спокойного собеседника, искренне заинтересованного в том, чтобы его страна развивалась. Будущее Абхазии он, безусловно, видел в одном – в союзе, в добрых отношениях, в стратегическом партнерстве с нашей страной. И с его периодом связан крайне важный этап развития и становления Абхазии в качестве нового субъекта международных отношений. Мы знаем, что он этими вопросами занимался постоянно, и это был его личный выбор. Я хотел бы осуществить эту церемонию и просил бы Марину Георгиевну принять эту высокую российскую награду – Орден Мужества. Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при решении проблем по стабилизации обстановки в Закавказском регионе, Орден Мужества посмертно награжден Багабш Сергей Васильевич, президент Республики Абхазия с 2005 по 2011 год. Знак Ордена передается вдове награжденного Шоне Марине Георгиевне. Спасибо.